Валерий Константинович, я не устаю удивляться на сливы китайки трёхлетки, выросли из ваших косок, не привиты, но стоят все в плодах. Разве не рано? Конечно, рано. Два абрикоса, один сын манджурца, второй милитопускараний, тоже трёхлетки, из ваших косок, тоже не привиты, но тоже с плодами. Правда, плодов немного. Вот я думаю, зачем заморачиваться с саженцами, если косок такой быстрый и хороший результат. Или я рано радуюсь. Дело в том, что, Олег, по-моему, было личное письмо ко мне, я, по-моему, написал, что отвечу на вебинаре. Так, вот, и ответил бы, но у меня, я сегодня опять на все вопросы не смог ответить, а их почему-то меньше не становится. Так вот, давайте по порядку. Итак, сливы китайки трёхлетки. Чем они хороши? Да, кстати, стоят все в плодах. Вы не написали, какие они получились. Сливы китайки трёхлетки плодоносящие, это один из их преимуществ, что они довольно скороплодные. И это здорово, это замечательно. Ну, ждать-то годами. Бывает, что кто-то не дождётся, и в ящик, а они всё не плодоносят. А здесь всё-таки они действительно очень брано. На третий-четвёртый год можно дождаться первых плодов, а на четвёртый-пятый год уже ветки ломаются. Это всё замечательно. Раз. Но есть минус. Не минус, а не недостаток, а вот эта лотерея. Они не все будут... Среди них будут как? Раз они мои, значит, они росли в смешанном саду. Это и плюс, и минус. Я рассказывал. Смешанный сад защищает сам себя от этих... Сам себя, да. От этих вредителей. Раз. Смешанный сад перемешивается так гены. А тем более я верю и уверен, что существует теле... Это самое... Телегония. Вот. Раз она существует, то получается, они действительно... А плоды могут быть разные. И цвет. Вы знаете, когда-то у меня ещё, вот когда мне сожгли сад, а у меня до этого на дачном участке я их 40 развёл, это потом вырубался слезами на глазах. Ну, когда большой с половиной сад сожгли, надо было на этом саду продолжать жить и выживать. Вот. А вы знаете, какие они были? Красные, синие, розовые, жёлтые. Господи, это... Крапинку и двух и трёхцветные. Во. А почему? А перед... Переопылились. Ну, ладно. Короче, получилось так, что они были у всех разный вкус. Я на вкус не обращал внимания, используя в качестве чего? Ну, по двое. Так. А тут же рядом росли, которые... Они были послаще. Я их просто... Из них по двое не выращивал. А просто ели. Просто ели и прекрасные они были. Вот. Много лет я ждал, пока у меня появятся роскошные сливы. 50-80 грамм. Долго, много лет. Они до этого прекрасно обходились. Но попадались и с горчинкой, попадались и с этим самым... Знаете, какие... И обратная сторона. Слишком сладкие, слащаво. Есть невозможно. У меня друг их вырубил. Говорит, я не могу их есть. Сильно много сахара. Вот. Дожили. А знаете, как я... Хотите, правда? В самые трудные времена... Вспомните, сахара не было. Вообще! У меня у друга 10 мешков сахара гнили в гараже. Хапнул и... То есть, хватило бы для целого дома пятиэтажного. 10 мешков. Это 500 килограмм, да? Вот. 500 человек по килограмму. А я как это... Добывал сахар? В ядро вот этих слив на килограмм сахара. Мне их девать было некуда. Но, мы же не знаем, Наталья, вот сейчас они у вас сильно... То есть, впереди отбор у вас. Вот тогда у вас будет по-настоящему... Да, и скотчик можно вырастить. Да, часть из них, может быть, процентов 20-50 не теряет свои качества. То есть, мельче не становится. Но, извините, это и крупнее не становится. Вот так вот. Так что, насчет быстрых, хороших результатов у вас есть. Значит, зачем заморачиваться? Это ваша фраза. Ладно, переходим к абрикосам. Теперь, сын манджурца. 15 деревьев, на всех разные плоды. Двух одинаковых нет. От несъедобного, самый есть такой, до самый сладкий. Так. Вот. Угадать невозможно. Ну, если вы все их вырастите, как я, вы можете какой-то даже срубить, привить. Вот. Если хотите. Прививать не хотите, у вас будут плоды 20-30 грамм. Ну, на здоровье. Вот. Если много, много, не много, а несколько деревьев, выберите самый сладкий. Который с горчинкой или там... Нет, горчинкой не будет. С кислинкой. Компот и соки варенье идеальны. То есть, ни одного манджурского абрикоса вы не срубите. Никогда. Но, опять же, ту роскошь, что я вам показывал, у вас не будет. Продолжение следует... Продолжение следует...